Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть в замечательную модификацию Возвращение Шрама 2. Вот он, наш товарищ, которому мы помогли выкрасть с базы Чистого Неба. Абсолюты. Мы с ним вроде как должны дойти до кордона. Это во-первых. А во-вторых, человек, на котором должна висеть отметка, не висит она на нём. Пропал. Он. Может, потом появится, посмотрим. Видно будет. Ну вот, на собачек загрелся. Ничего себе ты. Опа. Вот такие тут приколисты есть. Это взрывающиеся химические зомби. В каком-то моде они были. Ничего себе, граната взорвалась. Всё равно достают до меня. Хоть и не так сильно. Вон он. Сзалека стреляет. Поумнее будет меня. Это я сблизи стою. Класс. Вроде как больше их нет. Копытка. Их можно обыскать. Но у них обычная рука зомби. Не какая-то там уникальная, химическая. Это нам не очень интересно. Опа. А вот тут у нас враги-бандиты. Костя, давай... Хотел сказать, просто пройдём, но просто пройти не получится. Я бы уже понял. Ого, какой жирный хабар. Вроде пришли. Вон стоит что-то. Ты чё, мужик? Да не знаю, стоит что-то. Но по идее мне вроде как... Я понял. Надо было чуть подождать. Я уже паниковать начал, как обычно. Родной кордон. Ты кто? Выдора. А, ну это выдор с болота. Ты уже здесь? Возьмёшь тут помеучи, а то сидр исчез куда-то. Сидр пердун старый, обломал. Придётся конкурентам плестись на свалку. Если они ещё ласты не склеили. Ладно, показывай, что надыбал. А то я выдвигаюсь. Хорошо. Ну что я надыбал на самом деле? Особо так ничего. Но вот какие-то стволы можно будет продать. Потому что сейчас, смотри, один ствол 3000 стоит. Нехило, правда? Вот второй тоже. Уже 6. Ну и так, по-хорошему, мне бы из них продать. Зачем мне нужен? Ну вот храню я его. Ну и опять же, чего по два? А вот копытка банана не берёт. Да смотри, только дорогое берёт. Автоматы есть различные туда-сюда. Но это нам уже не очень-то и нужно. Ладно, пусть сидит. Рюкзачок старый. За 0 рублей. Да походу не нужен он никому. Выкинь просто, да и всё. Давай глянем. Действительно ли сейчас Сидорович? Ну как видите, да. Причём забрал с собой дверь, что довольно странно. Пролезть к нему никак не получается. Ну и остаётся, да, просто идти дальше по сюжету. Он, кстати, реально пойдёт пешком, и вот как бы он не помер, я вот этого прям опасаюсь. Где Костян? А вот он уже у Костро сидит. Ну ты бегать. Как лось по кукурузе. Благодаря абсолютам. Ты случайно не знаешь рецепта для создания симбиона? Есть такой. Лежит в компьютерном зале в лаборатории Х-18. У меня к тебе дело. Если, конечно, надумаешь туда попасть. Нужно найти там старые документы с фотографиями и чертежами. Почему ты оставил там рецепт? Так вышло. Забыл случайно. Понятно. Если попаду туда, то постараюсь найти документы. Постарайся, Шрам. А я в долгу не останусь. Что с ПДА творится? На карте какое-то белое пятно между кордоном и тёмной долиной. Хана видать. Хана видать приходит ему. Нет, у всех это пятно в ПДА. В промежутке между кордоном и долиной есть старая шахта. Если смотреть глобальную карту, то вдоль реки Припять проходит старый железнодорожный путь, странным образом ныряющим в ту местность. Свечение появилось год назад. Что там происходит, никому неизвестно. Если понадобятся чёрные дыры, то приноси мне за одну штуку по два глаза полтергейстов и артефакт вспышка, либо лунный свет. Только не активизируй чёрные дыры рядом с нейтралами. В журнале твоего ПДА я создал специальный раздел, чтобы много информации не держать в голове. Эээ, за раздел в журнале отдельное спасибо. Новое задание Х-18. Новички, мы уже на кордоне. Но эту надпись, запись мы видели. Это получается отдать документ Косте. Мне сейчас предлагают в Х-18 идти. Выходит, что так. В журнале что там? Рецепты, во-первых, появились. Ё-моё, а чё они такие огромные? Костя поделился рецептом. Ладно, тут разберёмся. Раздел не забывай-ка разговор с Костей. Тоже всё понятно. Сходи забери документы и принеси им. Игорь Мисюль. А куда Сидрич улетел? Хрен его знает. Нам сдал свой бункер за бешеные деньги, но двери снял. Чекернул их в вертухе и увёз с собой. Гастелло прилетел за ним. Куда? Неизвестно. Ещё крайний домик заколотил досками. Её вроде как сдавать кому-то собрался. Вот скупердяй. Казённое жильё в аренду сдаёт. Придётся реквизировать у него этот домик. Да уж. Сидрич странный. В его возрасте только позвонить и шастать. Тут сталкер пришёл с болот. Выдры кличут. Не встречал его там? Выдры? Встречались. Он-то мне и нужен. Спасибо. Нашёл парня на болотах. Зовут Костя. По телепортам спец. Думаю, будет вам полезен. Отлично, Шрам. С блокпоста на агропром ушёл гонец. Но пропал. Сначала с ним спясь была, но потом треск в ПДА и всё. Шрам, я не настаиваю, но ты сам пойми. Военные помогли учёным. И мы должны их предупредить. Вот координаты перехода на агропром. Сходишь? Хорошо. Схожу на агропром и поговорю с командиром. Опа, мне снова патрончиков отсыпали. И комбинезон мне какой-то пегас. Ну, патронов у меня и так навалом было на автомат. Ого. Ничего себе. Ни много, ни мало. Ну, я, пожалуй, и нацепил бы его на себя. У меня, конечно, уникальный плащ Шрама. А, тут худ есть, да. Ну, с этим придётся смириться. Так, а что у нас тут за метка? Место, где можно отдохнуть и заняться пощинкой. А это кто? А это выдра. Опа, обрез. Ну, пойдём тогда зайдём в этот личный дом. Сложим часть барахла. Печь нужно растопить для сна и ремонта. Сухих дров нужно наломать, либо найти поблизости. Опа, и сразу же. Да, понятно. Ё-моё, ну не бейтесь вы так сильно. Давай намутим здесь тайник. Вот в этой части использовать. Нихрена себе тайник. Такой хардкорный, знаешь. Ну, и, в общем-то, сюда что-то скинусь. Из того, что мне не очень нужно. Да, в принципе, что? Мне всё нужно. Хотя, допустим, патроны. Грязи всё равно отсутствуют. Вот к этому пока нет патронов. Чего с собой таскать? Ну, да, действительно. Скинем лишнее. Ну, и всё. Так, наш товарищ всё ещё жив. Мне пшуны предлагают на болото. Хотя есть отдельный переход. Куда? А, не написано куда. Ну, по идее, это на агропром. По крайней мере, хочется верить. Просто не... Просто тут на болото, а идти по через... Этот проход. Погнали. Группа сталкеров воюет с собаками. Удачи им. А я тем временем выдру догнал. Который так вальяжно тут ковыляет. Только не помри, я тебя прошу. На блокпосте никого. Ничего себе. Кошак шустрый. А вот и хвостик кошачий. А, это живёт? Выгодный торгаш выдра. Это что-то непонятно. Не-не, живёт-живёт. Надо быстрее перейти, пока он жив. Чтобы он в оффлайне как-то в более безопасности дошёл. Раз, два. Да, действительно, переход оказался на агропром. Как раз то, что нужно. Впереди фиксирую. Вояку. Вояки мне нейтральны. Опа. Задёвали дырку. Шавка напала на вояку. Хвостик, хвостик. Мне нужен хвостик. Есть такой. 17 человек на базе. Здорово. Мне нужно поговорить с главным. Найти командира. Ух ты. Ничего себе тут. А вот я убрал как раз под ствол. Молодец, блин. Но опять же, по урону, ну конечно, этот калаш получше будет. Давай возьмём, ладно. Аптечки, калаши. Пусть будет. Здраво будь, командир. И тебе не хворать. Чей будешь такой? И что перевело тебя сюда? Я по просьбе учёных с кордона. Поскольку у вас рация неисправна, пришёл предупредить о том, что наёмники готовят на вас атаку. Бойца с блокпоста посылали, но он пропал. Понятно. Рацию восстановили. Боец на кабанов нарвался. Сейчас в санчасти лежит. Спасибо за информацию. Мы их уже ждём с минуты на минуту. Совсем обнаглели наймы. Уже сообщили о твоём визите к нам. Ты не похож на простого сталкера. Поможешь, если что? Я с хабаром не обижу, а также аванс подкину в виде патронов. Хорошо. До встречи. Так, 38. Важная информация у сталкера. Я случайно в окно упал. Пожди, а где они? Ёптать, а вообще пули долетают? Я чё-то не пойму. Они, по-моему, просто по скрипту умирают. Не, жесть какая-то творится. Получается, они с двух сторон нападают. Там я плохо вижу. Хотя кто-то есть. И с этой стороны тоже. И бейтся копошение. Ну, вроде как постреляли. Или это волна, типа, первая. Но ребята всё равно туда целятся. Это враг? Так он что-то бессмертный какой-то. Ну ладно, вроде положил. С них сейчас надо стволов набрать всяких. Просто обыскать. Наших, к сожалению, кого-то поклали. Паша-совок, держи аптечку. Но это вояка вроде. Наш чел. Но я не уверен. Подожди, или это не наше? Ох, оружие тут. Надо теперь найти торговца того, выдру опять. А, нет, получается, не наше. Это хозяева, мастер. Всё, уже не помещается. Калаш нужно выкидывать. Прикинь, теперь у нас союзник есть. Какой он в группировке? Одиночка. Ха, нормально. Блин, а вдруг на нём висит отметка. Что, типа, он враг. И квест не выполнится. Ну, подожди. Нифрена себе. Подожди, как он живёт? Чуть не пойму. Ну да, тут, скорее всего, такая система, что он просто жив. Из-за этого на нём висит какая-то метка, что вот, один из хозяев жив. И то, что ты даже его в друзья переманил, видимо, не в счёт. Печально, если так. Я бы хотел дружить. Я бы хотел, чтобы у нас снова друг появился. Тут тоже никого нет. Значит, всё-таки тот тип. Да, действительно, на нём висел, к сожалению, квест. Его пришлось замочить. Ну ладно, раз уж так. Задание выполнено, надо пойти поговорить теперь с командиром. Постойте, пожалуйста. Наймы там были не одни. Ещё союзники в чёрной броне. Экипированный превосходно, твари. Куда зона катится? Спасибо за помощь. Командир, ты знаешь короткую тропу на кордон? Знаю. Как пойдёшь на юго-запад, увидишь там маленький песочек и два завала деревьев. В конце леса найдёшь тропу. Держи от меня непростые часы. И маленький арсенал. В этих часах есть менюшка. Можешь установить время на лечение и энергетику здоровья. Вижу, что потрепало тебя. Броник тоже забирай. Командир сказал, командир сделал. За часы и броник спасибо. Пойду на кордон. Это, конечно, часы не поместятся, к сожалению, но тут уже ладно. Какой-то интересный броник, смотри. А часы-то что там? Какие, где? А, часы тоже упали. Ждётся один калаш выкидывать. Часы подобрал, броню. Не могу. Ну, я бы мог выкинуть броню от шрама, но я не хочу его выкидывать, потому что... Какие люди? Найомник шрам. Разговоры к тебе есть. Ищи меня в юго-западной части агропрома. Каноничная броня, как бы. Кровотечение минус 20, кстати, хорошее улучшение. Пулестойкость 23, тут пулестойкость 20. Ну, логично. Правда, вот, например, у шрама пулестойкость 33. Это он ещё покосный, так-то 35 было. Как у плаща может быть пулестойкость больше, чем у армейского костюма, где реально там бронепластины, скорее всего, есть. Пропитана мазь и укрепляющая, ага. Ну, да, прикольная фишка, в принципе. Давай, наверное, побегаем в нём. Паша-савок, пулевое ранение. Подожди, Паша-савок, это... Которого я вылечил, по-моему. Архивный бокс. Подожди, а куда меня позвал-то этот Лебедев? Ищи меня в юго-западной части агропрома. В юго-западной? Где-то тут? Пойдём посмотрим. Вот они, часы. В общем, какие-то часы. Не знаю, в чём большой смысл данной темы, данной фишки. Ну, когда-то было прикольно. В НЛС, например, тоже часы есть. Я ими тоже как-то особо не пользовался. Насколько я помню, по крайней мере. Подожди, в юго-западной это всё-таки что-то? Куда я иду-то? А, тут же ещё грузоподъёмность есть. Смотрите-ка. У этого костюма почему-то 67. Тут 60. Плащай 65. Вот иду мои головы. Так, а где наш товарищ? Он жив? Ну, метко всё ещё тут. Однако, по идее, он, наверное, должен передвигаться всё-таки. Опа. Кого-то улавливает. Вот он, гад. Стоит, собственно, персоной. А чё мне его сразу не стрелять? Ну вот, не очень правильно. Давай поговорим. Ну что ты, профессор? Слушаю тебя. Хм. Так вот, значит, каким-то узом стал бывший глава Чистого Неба. Шестёрок своих в пекло кинул, а сам на отшибе отсидел? Успокойся, Шрам. Не строй с себя свитошу. Сколько ты душ упаковал под крест, если... Или память изменяет? Я позвал тебя, чтобы серьёзно поговорить. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты работал на меня. Я знаю, где прячутся ясоголовые. Но недолго кордоном будет райским уголком. Достану завтра же. Ты пойми, я дам тебе неуязвимость и кучу денег. Это всё? Нет, не всё. Если хочешь стрелять по мне, то не советую. Я в советах не нуждаюсь. Мужики, я умер. Недолго тебе летать осталось. На кордон выдвигаюсь. Ну что, убил? Просто последний раз предлагаю перейти на мою сторону. Так я уже помер. Ну видишь, я в него стреляю, а меня тэпает. И убивает. Опа. Всё, теперь понял. Вот я его стрельнул аккуратно, меня аккуратно закинуло. Но вопрос, конечно, как я буду отсюда спрыгивать. Сложно. По проводам, кстати, может быть. Тут ещё и жмыхает. Подожди, подожди, подожди. А имеют коллизию или вот эти провода? Нет. По-моему, просто насквозь пролетает. Точняк. Я ещё и сохранился. Ну ты молодец. Ну и чтобы убедиться. Вот видите, нет выстрела. Ну да, да. Я ещё и умираю. Фу, дожди, а как я отсюда выберусь? Как будем выбираться? Ну, наверное, сюда. Так он ещё и не прыгает, что ли, сквозь? А он и не прыгает вниз, смотри. Всё, понятно. Тут тоже донимся. А как вообще такое может быть? Я не могу в дырку пролезть. Я такой пузатый. Может просто ровно прыгнуть вниз. Без оружия. И, допустим, надо же назвать аптечку в последний момент. Ну да, попробуем. Ну, я так сделал, да. Вроде сработало. Но это было очень опасно. По идее, возвращаться туда смысла, я думаю, нет. Его там уже не будет. Ну да. Я решил убедиться и проверить. Нет ничего на месте последней нашей встречи. Соответственно, просто погнали обратно. Внимание! Всем сталкером-одиночком. На Агропроме появился противник в большом количестве. Да ну. Эх, подтягиваемся. Подтягиваемся? Подтягиваемся же там. На им говорит. А может и подтягиваемся, кто знает. Ой, а где? Давай быстрее. Ведем мы? Кто? Ха. Вообще, сам разраб даже написал в шапке своего мода в теме, в топике. Что если появляется где-то противник, надо его идти убивать, хочешь не хочешь. Потому что, ну, он может пойти и замочить кого-то квестового сюжетного. А это все. Важная информация у сталкера опять. У какого? Кстати, нам же там какая-то тоже важная информация. Куда-то было что-то. А, вот это? Ну да, это важно. Наверное. А где ведьма? Где кто напал на кого? Так, вот кого-то улавливает. Двоечник. По идее, мне сюда не надо еще по сюжету. То есть, наверняка я когда-то бы сюда пришел. Но не сейчас же. Получается, раньше времени иду туда, куда не следовало бы. Фраер-бандит, кстати. Ничего себе. Еще и с вносливстью постоянной траблы. Потому что ее, ну, банально, не хватает. Какой-то один сталкер. Одинокий. Тебе тут не страшно? Здорово. Слушаю тебя, привет. Продает винторез обычный. Да и как-то все. А кто отмечается розовой вот такой точкой? Кровосос? Или контролер? Не, контролер вроде голубой. О, я понял. Вопросы отпали сами собой. Да ладно. Так просто? Ну тебя искрючило. Мэн. Что за звуки страшные какие-то? Я в хоррор играю? Главное, чтобы наш товарищ вот этот выжил. Что, он обратно что ли идет? Обратно идет. Блин, надеюсь, он не помер и его не собака тащит. Ну нет, сообщение придет, если он помрет. Просто опять же, да, это реально неплохой торговец. Вот куча стволов есть. Мне бы сбегать да продать ему, но ладно. Постоянно устает ГГ, это просто ужас какой-то. Надо будет поспать сейчас. Ну и все. Надеюсь, что это даст небольшой буст к выносливости. Хотя с другой стороны, а может не спать лучше? В электре ночью спаунятся артефакты на выносливость как раз. До 12 чисто поспать, сходить посмотреть. Так, с кем поговорить? Что случилось? Сломался передатчик? Просто убрала громкость. Привернула бы. А то и так мрачно в этой зоне. Блин, нет, я не хотел. Я понял, это просто диалог, чтобы запустить радио, да. Оно по стандарту почему-то, когда приходишь, не запущено. И вот можно его запустить. Ну нет, спасибо. Это круто, сталкерское радио. Но музыка с авторскими правами, к сожалению, это не круто. Рацию они починили. Но это не все. Лебедев успел напасть на комплекс, и пришлось им помочь. Ёп, Сильмопсель, Ангелина, Игорь, Мисюль, вы не могли другого времени найти? Видимо, нет. Если бы не его способности, с ними было несколько хозяев. Он знает, где вы находитесь, и грозился напасть. Зная про его способности. Нам поступила анонимка, что снайпер уничтожил не того, кого нужно, и вернется доделать начатое. Василину спрячь. Василину я... Василине я предлагал, но она пояснила, что если все спрячемся, то снайпер почует неладное. У нас есть информация о том, что на чердаке казармы блокпоста, в тайнике, лежит СВД. Туда можно попасть через забор и крышу сортира. Нужно сделать аккуратно, чтобы командир ничего не заподозрил. Это всего лишь анонимка. Если факт подтвердится, то сможем подробнее обсудить дальнейшие действия. Не хочешь проверить информацию? Вот вы проныры яйцеголовые. Ладно, уговорил. Пойду на блокпост и попробую незаметно отыскать СВД. Будь осторожен. Ну вот, как-то так. Пойдем сложим опять же барахлишко. А, тут опять этот звук, ё-моё. Все ящики забираю, чтобы спрятать, а то они шебуршат там. Но он, видишь, начинает ломать. Как-то тут по-странному вот систему сделали. Не как в анонимике какой-нибудь. Ну, ну и понятно, платформу-то не твать. Как спать лечь? Чуть непонятно. Ну, спальный мешок есть в лимон, случайно, использовать. А, тут такая система тоже. Ну, спать 3 часа, допустим. Не, спать 3 часа это было мало. Ну, я поспал до ночи. Как раз до того времени, когда спавнятся электроарты. Ночь, кстати, в ОГСР мне всегда нравилась. Тут прям как-то луна по-настоящему как будто бы светится. Может, я гоню? Ну, одна из самых красивых ночей именно на ОГСР-Engine. Тут, конечно, цветокоррекция как будто поработали. И какой-то болотный зеленый свет. Вот прям это видно. Бросается в глаза. Уж не знаю, что тут разрабы такое придумали. Артефактик. Ну, подожди, нет. Нам нужен именно электроарт, потому что, ну, я уже замучился, честно. Выносливость очень быстро кончается. А даже сейчас, смотри, я 5 часов поспал вроде бы. Не голодный, нормально все. Все равно быстро тает. Так, ну что? Да, уже вижу какое-то освещение. Чего присвоить, я не понимаю вообще. Исчез куда-то артефакт. То есть тут при перезагрузке, как с трупами, типа, при перезагрузке исчезает труп. И тут исчезают арты. Я сейчас ничего не понимаю. Ну, да, сейчас ничего не светится. Там что-то бочка взрывается. Ничего не понимаю. Почему пропал артефакт там? Не понял. Ну, вот он, Арт. Тут есть. А мне еще кто-то видит. Опять фантом. Что происходит? Надо мной какой-то псевдогномик прикалывается. Ну, вот смотри, я пришел опять. Арт есть. То есть он при перезагрузке... Какого хрена? То есть он при перезагрузке исчезает, получается. Ну, как-то так. Я не понимаю эту аномалию, которая тут есть. Она почему-то дальше, чем обычно идет. Сейчас я перезагружусь, и арты пропадут. Верно? Да. Я что-то не понимаю. Тут везде электро. Везде. Арт подобрал. Уже. Наконец-то. Теперь осталось еще два арта. Надо бы прямо тут, что ли, здесь сохраниться. При том, у нас еще вон там артефакт лежит. В трубе вот этот треклятый. И вот тут. И вот тут, который важнее. Все, я подобрал артефакт. Вспышку. Фух. Это просто какой-то ужас. Но, тем не менее. Вспышка подобрана. 73 выносливости. О, как выносливость растет. Вообще красота. Ну и третий я тоже хочу забрать. Это прям вообще стопудово. Для этого придется перепрыгнуть тут. В чем дело? Где я? Я чуть ничего не понимаю. Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Дайте я заберу артефакты. Я не понимаю, что это за приколы разраб придумал. Ну, типа, наверное, ночной... А, здорово, мужики. Вы бессмертные? Так, полагаю, что да. Что? Что? Как я получаю урон? Что за дичь? Я же наверху стою. Я даже на трубе выше стоял. Это пиздец. Это пиздец. Ну и арт пропадает по классике. Куча всяких приколов. И исчезающие арты. И табабайки ночные. И прочее. Ну, значит не судьба взять тот арт. Ну, вообще жаль, что на другие локации не зайду сейчас. Потому что мне бы еще не помешало артефактов. Однозначно. Но у нас лист, тем не менее, как видите, не кончается хотя бы. Хотя нет, кончается, но... Достаточно медленно, играть можно. Конечно, мы имеем минус 60 электрошока, но... Надо было, кстати, наверное, в научном костюме таки пробовать арт брать. Может, там защита повыше. Так, где-то что-то тут на крыше найти. А вон какой-то ящик. Куча консервов. Ну и рюкзак с СВД-тигр. Куча консервов. Написанный клочок бумаги. Информация какая-то. А ну-ка, что за информация? А, рецепты. Ну, конечно, писанина много. По факту бы написали. Вот как в НЛС, по-моему, там по факту написано. Там есть пару рецептов с писаниной, но в целом... Баранок досмотрится уничтожить крысу. А, ну, понятно, нельзя было палиться. Не, вы поймите меня правильно. Хорошо, когда у рецепта есть... ...какая-то предыстория, информация, это здорово. Но тогда уж разделили бы на две вкладки. Рецепты, где уже по факту прям написано. Кинуть три копыта кабана, обмазать их в крови кровососа и так далее. Ну и... ...отдельные истории. А тут же всё вместе. Теперь надо как-то выпрыгнуть, не попав на глаза. О, нормально? Вроде нормально. Что за пушка-то хоть? Да в смысле, а как он загорелся-то? Я же убежал далеко. О, опять приколы. Так, ну, по-моему, чисто сработано. Понятно. Оказывается, тут... ...взрывчатка лежала. Но вроде не спалили. Всё, ладно, хорошо. Видимо, там вообще никому на глаза не надо попадаться. Я же думал, всё, пора коник двигать. Я бы, конечно, мог просто убежать, но мне не хотелось просто убегать, если бы они оставались красными. А вдруг мне надо будет к ним вернуться? Поэтому лучше мы с вами по стелсу сделаем. Ну и вот она, СВДшечка. СВДшечка, с которой мы сейчас будем выискивать, видимо, снайпера. Ну, на этом мы с вами заканчиваем. Не забывайте оценивать видео, пишите комментарии при желании. Также, если очень хотите, можете поддержать меня по ссылкам в описании. Всем спасибо, счастливо. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok